Итак, мужики, если вы решили купить себе мини-трактор, но не можете определиться с моделью и не можете понять, какой спектр работы вы хотите выполнять этим мини-трактором, ждем вас в нашем магазине. Все эти трактора из Моргонского агрегатного завода представлены у нас и есть на витрине. Вы сможете не только посмотреть его вживую, но и здесь примериться, насколько он вам будет удобнее. Также определиться с навесным оборудованием. Когда люди обычно видят этот трактор и видят здесь только всяких рычагов, они реально теряются. Как, так, что здесь нажимают, все сразу. Я вам скажу, не теряйте. Здесь все, как у автомобиля. Где только я не бывал, знают меня в любой точке мира. Но я помню, откуда пришел. Моя страна прекрасных волнистых полей, песен и добрейших людей. Говорят, я символ страны Беларуси, гордость. Приятно, конечно, но я не зазнаюсь. Вот моя линия, горизонт. Она без конца. Там у меня работа, новые языки и друзья, новые дальние страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Всем привет, друзья! Привет, зрители нашего канала Гардансток. Сегодня у нас на обзоре трактор Беларусь-152 модель. Она уже с предустановленным бульдозерным оборудованием и с предустановленной щеткой. А вообще, этот трактор, он реально многофункциональный. Огромный спектр выполняемых работ он делает. Есть видео на него. Я обязательно оставлю вот здесь вот ссылку в описании, где вы можете посмотреть, с каким навесным оборудованием работает этот трактор. Но сегодняшнее видео не об этом. Перед нами мини-трактор МТЗ Беларусь-152H. Замыкающий модельный ряд мини-тракторов Сморгонского агрегатного завода. Эта модель уже имеет цельную раму с двумя ведущими мостами, как любой классический трактор. Оснащен мини-трактор двигателем Хонда 390 на 13 л.с. Заднее навесное оборудование устанавливается при помощи трехточечной сцепки. Масса трактора 615 кг. Минимальный радиус разворота 2,5 метра. Максимальная скорость почти 20 км в час. Модель не оснащена усилителем руля, так как в ней установлена короткая рулевая рейка, которая упрощает вращение рулевого колеса. В конце видео я расскажу, что же такого особенного в этой модели. А теперь давайте рассмотрим его поближе и поговорим о его возможностях. Все отлично знают, что мы торгуем тракторами и мини-техникой, такие как мотоблоки МТЗ-09. Но мы не только торгуем этими тракторами, мы делаем полную предпродажную подготовку, пусконаладку. И также можем отдельно установить какие-то компоненты, которые вы хотите приобрести вместе с трактором. Услуга эта не бесплатная. Услуга эта стоит определенных денег, но наши специалисты полностью подготовят трактор к работе. То есть вам трактор этот придет, вы сели на него, завели и поехали, сразу начали работать. Вчера мне позвонил человек. Он говорит, хочу приобрести себе трактор 152, но я с техникой не очень сильно владею. Вы можете мне установить бульдозерное оборудование и щетку сразу на трактор? Да, конечно, можем. Эта установка занимает где-то часа 4 человеку, которому умеет это все ставить. Человек, который не умеет это ставить, он может и день проустановить. У нас, кстати, есть видео на канале, где мы подробно показываем, как устанавливать именно вот это бульдозерное оборудование на трактор 132. Потому что там установка действительно сложная. Там надо менять блок распределения гидравлики, ставить его новый, который входит в комплекте. На 152 все гораздо проще. И здесь установка не занимает такого большого времени. Но все же эту услугу мы делаем. И человеку трактор приедет целиком готовый к работе. Он просто подойдет, сядет к нему, нажмет сцепление, повернет кнопку зажигания и заведет трактор. Я не буду сильно ходить по органам управления. Скажу так, что здесь есть передняя передача, есть задняя передача. Управление такое же, как у автомобиля. Сейчас я подниму чуть-чуть щетку с ножом-отвалом. Все это делается элементарно. Сейчас я включу только помощнейку, передачу вторую, а то слишком медленно он ездит. Поставлю на нейтраль. Чуть-чуть убавлю у него оборотов. И вот он, наш красавец, как выглядит. Смотрите, щетка у нас опускается. Также мы можем опустить бульдозерное оборудование, поднять его. Все это делается с помощью двух рычагов и очень удобно. Когда люди обычно видят этот трактор и видят здесь только всяких рычагов, они реально теряются. Как так, что здесь нажимать, все сразу. Я вам скажу, не теряйте. Здесь все, как у автомобиля. Очень даже просто. Сейчас я его заглушу. Глушится он одной кнопочкой. Раз, заглушили. Смотрите, у нас здесь консоль управления, здесь у нас датчик уровня масла, аварийная, ручник и также дальний свет. Здесь у нас просто включаем фонари. Вот они у нас загорелись. Это наша аварийка. У нас заморгали. И, соответственно, заморгала аварийка. И стояночный тормоз, он вот здесь. Мы его нажали. Вот она кнопочка наша загорелась. Стояночного тормоза, ручника. Что здесь касается управления? Смотрите, здесь вот три рычага у нас. Один рычаг – это гидравлика. Опускаем просто вниз, либо вверх поднимаем щетку, которая у нас стоит сзади. Второй рычаг – это отвечает за гидравлику переднюю. У нас стоит бульдозерное оборудование. Также вниз и вверх поднимаем. Здесь у нас рычаг – это включение вома. У него есть три положения работы. Первое положение – это просто ничего не работает. Второе положение работает всегда. И третье положение работает только на ходу. С этой стороны у нас идет включение разблокировки дифференциала. Отключается и включается двумя рычагами. Сначала мы включаем первый рычаг и поднимаем наверх. Идет зацепление – включен дифференциал. Органы управления на ногах такие же, как у автомобиля. Здесь у нас сцепление с левой стороны, с правой стороны тормоз и рычаг газа. Рычаг газа мы можем регулировать как на торпеде, вот здесь вот рычагом, также и нажатием на педаль, дроссель регулировать. Здесь у нас – это обычная масса включения-выключения. Здесь у нас вытаскиваем, закрываем воздушную заслонку. По-русски, как говорится, на «Жигулях» подсос был у нас. А этот рычаг у нас отвечает за включение переднего, либо заднего хода, либо нейтрали. С правой же стороны у нас коробка передач, четыре скорости вперед, две скорости назад. Все, все рычаги. Мужики, ну здесь разобраться студент сможет, честно говоря. Чтобы открыть капот, тоже есть специальный хвостик, за него цепляем, открываем капот. Чем мне нравится вообще 152-й трактор? Мужики, этот трактор может постоянно работать на полном приводе, при включенном в ОМИ. То есть, если мы включили щетку, либо роторную косилку, роторный снегоуборщик, работаем не только на переднем приводе, а на постоянном полном приводе. Здесь какая система идет? У нас стоит сначала двигатель, потом идет гидронасос, потом сцепление и уже наша трансмиссия. Во всех остальных тракторах будет сначала идти мотор, потом уже сцепление, а потом только гидронасос. Именно поэтому на этом тракторе можно работать с включенным валом отбора мощности в трех режимах. Это постоянный режим, режим только при включении хода, либо просто выключенный режим. Вообще, 152-й трактор, я считаю, что среди всех мини-тракторов это реально самый верх МТЗ Сморгонского агрегатного завода. Трактор реально очень удобный. Места для оператора здесь ну просто дофига. Здесь, кстати, вот эта рулевая колонка, она регулируется. Ее можно опускать чуть ниже, можно поднимать чуть выше. Все в зависимости, насколько вы себе отрастили вашу боевую мозоль. Если вы заказываете себе трактор, вы определяетесь всегда. Трактор вы хотите получить просто в заводском виде, либо чтобы мы сразу уже установили эти насадки. Мы эти насадки вам установим, никакой проблемы не будет. Обязательно протестируем, что все это дело работает. И тогда уже вам привезем именно рабочий трактор. И вы сможете просто на него сесть, завести его и начать его эксплуатировать. Вон-то я включил. Продолжение следует... Итак, мужики, если вы решили купить себе мини-трактор, но не можете определиться с моделью и не можете понять, какой спектр работы вы хотите выполнять этим мини-трактором, ждем вас в нашем магазине. Все эти трактора Сморгонского агрегатного завода представлены у нас и есть на витрине. Вы сможете не только посмотреть его вживую, но и здесь примериться, насколько он вам будет удобнее. Также определиться с навесным оборудованием. Вам здесь посчитают, сколько это все в месте будет стоить. Скажут, какое навесное оборудование подойдет для того или иного трактора. И такие трактора, как 132-й обычный, 132-й на увеличенных покрышках, 132-й на увеличенных покрышках с гидроусилителем руля, 112-я и 152-я модель всегда есть в нашем магазине. И полный спектр навесного оборудования тоже есть всегда в нашем магазине. Вас сориентируют по стоимости доставки, по стоимости навесного оборудования. Вы сможете себе четко определить, какое навесное оборудование вы хотите себе купить. Я же с вами не прощаюсь. Увидимся в комментариях, где вы по этому трактору мне можете задать любые вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. С вами же был Алексей. До новых встреч. До свидания, мужики. Субтитры сделал DimaTorzok